Китайский бренд LeFan может уйти из России уже в течение нынешнего года. Напомним вам, что, как сообщало китайское издание, возможный уход с российского рынка компании LeFan связан с ее долговыми обязательствами в Китае. Так, общая задолженность бренда перед кредиторами достигает 31 миллиарда юаней. Это 4,4 миллиарда долларов. При этом 60% данного долга нужно будет погасить уже в этом году. Также на скорое разорение намекает и то, что в Китае в период с 2015 по 2019 годы продажи рухнули почти в 10 раз. И популярность у китайских потребителей неуклонно падает, ведь марка оказалась в восьмом десятке рейтинга продаж. Напомним, что компания LeFan была образована в 1992 году и представляла собой мастерскую по ремонту мопедов, а ее штат насчитывал 9 человек. Всего за 13 лет LeFan начал выпускать мототехнику и автомобили. По мнению экспертов, ликвидация компании – вопрос ближайших недель. Кроме того, в России производитель LeFan столкнулся с кризисом на авторынке, а также банкротством предприятия Derways, которое занималось производством и импортом автомобилей марки. Также в дилерских центрах LeFan сообщили изданию, что новых автомобилей в наличии нет. Поддержка уже проданных машин запасными частями будет продолжаться. На данный момент по российским дорогам колесят около 50 тысяч автомобилей китайской марки. Теперь же открытым остается вопрос, что будет с гарантийными обязательствами на проданные машины. Вы смотрели видео-версию сайта Тарантас Ньюс. Будьте в курсе новостей.